Раздача масок, в том числе и в почтовые ящики домов, где имеются больные коронавирусом, продовольственные пакеты, помощь одиноким людям. Это лишь часть тех важнейших мер, которые город предпринимает для поддержки населения. Мы продолжим разговор о городской поддержке с вице-мэром столицы Бетиной Бешкиной, в виде не которой находится столь важная сейчас, как, впрочем, и всегда социальная сфера. Бетина, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня очень много говорили о пособиях, о мерах помощи, но звучала и очень важная информация про больничный. Да, Таллиннская городская управа направила правительству Эстонской Республики письмо с предложением оплачивать и первый день больничного листа. Сейчас правительство приняло очень важное решение оплачивать больничный со второго дня. Обычно последние более чем 10 лет больничный оплачивался с четвертого дня. Со второго дня он действительно оплачивается в размере 70% от заработной платы работника. Но поскольку цифры по заражению не падают, и более 40% очагов коронавируса связаны с местом работы, и люди, которые получают меньшую, скажем, зарплату, чем средняя по стране, как правило, не имеют возможности удаленной работы, это люди, которые непосредственно работают с обществом, с людьми, это кассиры, это продавцы, это люди, которые занимаются уборкой, это люди, которые вводят общественный транспорт и так далее, и так далее. Это те люди, которые не могут остаться дома, работать дома. И, к сожалению, даже спустя год, после того, как в нашу жизнь ворвался коронавирус, люди все равно продолжают с первыми симптомами ходить на работу, потому что, конечно, для бюджета семьи это достаточно ощутимая потеря в зарплате, когда мы говорим, во-первых, о 30% от зарплаты, которая теряется во время больничного, и, конечно, первый день неоплачиваемый. В связи с этим обратились к правительству с просьбой рассмотреть такой вариант, чтобы хотя бы, учитывая нужды людей с низкими доходами, оплачивать и первый день больничного. Первичных больничных, которые открываются ежемесячно, в Эстонии 40 тысяч, и средняя стоимость первого дня больничного, точнее 70% от него, это 25 евро 60 центов. То есть около миллиона евро в месяц обошлась бы такая мера, но она действительно была бы эффективной, потому что люди имели бы возможность оставаться дома, а не рискуя своим здоровьем и здоровьем окружающих выходить на работу, будучи больными. Еще одна важная новость, которая касается родителей тех ребят, кто ходит в столичные детские сады. До конца апреля у них не будет платы за место. Да, так и есть. На сегодняшнем заседании городской управы была утверждена эта мера вместе с другими мерами в рамках пакета помощи. Напомню, что детские сады сейчас открыты. Конечно, детские сады напрямую обращаются к родителям с просьбой по возможности не водить детей в сад. И, к сожалению, сейчас цифры показывают то, что и среди маленьких детей, именно детсадовского возраста, очень сильно возросло количество заражений и серьезных случаев. То есть сейчас уже дети попадают в детскую больницу. Это то, чего ранее не было. Очень много у Таллина различных пособий и пакетов мер. Где можно больше узнать информацию? Информация есть на сайте Таллина. Для тех, кто не пользуется интернетом, всегда можно позвонить в районную управу, уточнить, какие именно проблемы на данный момент существуют и какую меру поддержки можно было бы ожидать от районных управ. Это может быть либо прожиточное пособие, либо пособие, которое зависит от дохода. Это городское пособие. Также есть помощь в виде продуктовых пакетов. Наш хороший партнер, многолетний продуктовый банк, раздает еженедельно продуктовые комплекты, около 5000 комплектов. За год количество этих комплектов увеличилось вдвое. В школах можно получить продуктовые пакеты, которые заменяют школьные обеды. И на каждого ребенка выдаются по комплекту в неделю. Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, что в студии была вице-мар столицы Бетина-Бешкина. Город предоставляет и другие услуги, и пособия для попавших в сложное положение горожан. Поэтому присоединяемся к совету для решения наболевших вопросов обращаться в отделы социального обеспечения районных управ.